Всем привет, с вами Андрей Санар. На днях в Санкт-Петербурге проходило грандиозное водное мероприятие Фонтанка САП. На воду вышли 10 тысяч САПов. Такого еще никогда не было. И тайм-триал, естественно, принял участие в этом замечательном мероприятии. Мы представили там самую нашу последнюю разработку. Так называемый САП-истребитель. Это САП-доска, которая адаптирована под распашные, или как более правильно называть, парные весла. Гребля парными веслами дает огромное преимущество перед греблей обычным веслом. Под парными веслами скорость такого САПа очень велика, а тяговые возможности вообще колоссальны. И на Фонтанке САП я это продемонстрировал. Давайте же посмотрим, как это было. Сейчас будет проводиться Фонтанка САП. Это самое большое мероприятие на воде в Санкт-Петербурге. Вот смотрите, что творится. Тысячи, тысячи САПов здесь. Но мы тоже не с пустыми руками, и наши тайм-триаловские САПы где-то там. Погнали! А вот мы готовим наши САПы. Лёдик. Сейчас по Фонтанке перемещается остров, огромный остров из САПов. И думаю, если найдется экстремал, он сможет перейти с одного берега на другой по САПам. А я не буду торопиться, потому что мой САП действительно оправдывает свое название. Он имеет скорость практически как у истребителя, но по крайней мере он быстрее любого из этих САПов. Поэтому я всяко всю эту колонну догоню. А пока снимаю, жду хвост колонны и пойду замыкающим. Мне так нравится. Чтобы вы понимали, масштабность мероприятия. Я уже полчаса стою вот на этой точке, снимаю весь этот поток, и поток не кончается. Представляете, сколько САПов? Говорят, 10 тысяч. Это какой-то рекорд. Ой, истребитель. А истребитель у нас непростой. Перехватчиков. Поехал перехватывать других санксуферов. А можно, да? Я прицеплюсь и полчаса. Да-да-да. Ну что, как в прошлом году, начинаем катать уставших девушек. Ну, у нас сейчас скорость быстрее, чем у любого САПа. Отцепляю. Все, догнали. Спасибо большое. Он один такой? По заказу? Да? Тайм-триал ру. Тайм-триал ру. Давай, вперед. Давайте на перегонки. О, давайте, давайте на перегонки. А мы не участвуем. Ха-ха-ха-ха. А это все потому, что одно весло хорошо, а два лучше. Да это у меня крылья. И крылья тоже помогают. И двигатель там реактивный стоит. Это же истребитель шестого поколения. Вас с ветерком прокатить? Конечно, прокатить. Еще бы. О, тайм-триаловский сад. О, вот что я хочу сделать. Я хочу попробовать побуксировать его. Посмотрим. Пальшой? Да. Давайте, давайте, а не просили. Да-да-да-да-да-да-да-да. Вот это будет интересный челлендж. Так, девушки, я этого шанса упустить не могу. Давай, давай, нормально. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, друзья мои. Смотрите, как работает истребитель-буксировщик. Истребитель-бомбардировщик. Фу, буксировщик идет на взлет. Ну что, хорошо вам, девушки? У распашного сапа колоссальные тяговые возможности без преувеличения. Я буксирую сап с тремя девушками. Это самый большой тайм-триаловский сап. И при этом по скорости я вот даже обгоняю и даже в кого-то чуть не врезался. У нас тут паровозик. У нас тут паровозик. О, шахматная доска. Круто. Посмотрите, какой к нам привлекается истребитель. Истребитель просто летит. А что это у вас? Это самолет? Это танк? Истребитель шестого поколения. Самолет, истребитель. Вот он, вот он. Раз, два, раз. Давайте его подставим. О, как хорошо, да? Можно? Поехали. Спасибо вам большое. Здесь, что называется, я рот открыл, потому что сап-самолет. Да, ребята. Да. Ну, судя по всему, это тайм-триал. Ребят любят удивлять. Климин выбываем все, что угодно. Почему бы, собственно говоря, на самолете не принять участие фонтан-песап? Пожалуйста, плавающие самолеты. Ну вот, друзья мои, и финиш. Здесь буду опять выгружаться. И пойдем собирать сап. Блин, было круто. Просто исключительно круто было. Расширенную версию видео можно посмотреть на моем канале Андрей Санар. С вами был Андрей Санар. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok